всех приветствую на канале outlooka life сегодня суббота и мы идем куда на спорт до суббота и воскресенье на спортивные дни поэтому мы вместе стараемся заниматься мохотик старается видят как быстро поставил луку на дорожку а он ее боится оказывается боится скорости побольше идет как будто штаны наложил пизляшка ничего привыкнет но для сегодня утра очень даже неплохо 45 минут и мы сейчас едем переодеваться одеваться лука идет на день рождения к своей однокласснице куда ты идешь полный боулинг пати вау рука этот боулинг стоило было приехать на ипотерапию из-за этой радуге такой красоты давно не видела настоящая радуга прям можно было посчитать все 7 цветов обалдеть мы только вышли с конюшни начался жуткий ветер пошел то ли дождь то ли снег не пойми что но бонусом было это прекрасная радуга сегодня 9 ноября четверг вроде еще так долго до рождества а я уже озаботилась одной проблемой каникулы соответственно мы должны куда-то ехать в очередной раз куда мы едем я уже знаю но тут опять вопрос куда пристроить жучек их теперь три ладно зая у нас на постоянном поселении в испании у него там есть зоняня это стоит безумных денег но тем не менее но два других кобеля у нас не пристроены и вопрос остается открыт и куда их девать вчера обзванивала целый день все зо гостиницы все забито до февраля видимо не мы одни собираемся в поездку это нормальная ситуация поэтому я очень сильно переживаю куда их вообще девать сегодня написала на форуме русских мам которые живут по соседству мне две девушки ответили сказали что они возьмут леопольда я бы хотела конечно его познакомить с с будущей передержкой поэтому в понедельник встречаемся с одной из девушек которая сказала что она очень любит животных но она не может себе этого позволить потому что это все-таки большая ответственность так изредка смотреть с животными она с удовольствием согласилась и что самое интересное она сказала что я не хочу с вас брать денег хотя я и предложила денег и естественно и заплачу я считаю что всякий труд должен оплачиваться если это не моя близкая подруга которая в принципе принципиально денег не возьмет а совершенно посторонний человек мне кажется что она должна эти деньги взять сегодня пятница конец недели так здорово я также до выходных чтобы хорошо провести выходные надо навести порядок меня всегда удивляет когда блогеры показывают свою уборку то есть все выглядит так ванильно так зефирно когда люди натирают чистый кафель и сантехнику но настоящая уборка вот она может выглядеть вот так это моя ванна которую я не убирала несколько дней когда я вижу что люди натирают до блеска чистый кафель меня прям переворачивает конечно классно снимать мотивацию когда в принципе все за тебя убрано тебе нужно только тряпочкой поработать на камеру и все но прежде чем мне тряпочкой поработать на камеру мне нужно еще помыть хотя бы одну собаку они тоже начали немножко подванивать поэтому хотя бы одну собаку я сейчас помою а потом займусь уборкой ванной муж сорвал вот этот шкафчик а вешать я так думаю придется мне сейчас посмотрю что можно сделать я красил когда ванну шкаф не сняла и вот осталось такое пятно от шкафчиком то есть шкаф надо конечно выгрузить на место краски у меня уже не осталось чтобы докрасить стенку и про этот шкафчик забыть а После мытья АМО у меня не получится отфилонить от мытья ванной. Сейчас попробую раскрутить винтики. На чем это все держалось, оно немножко подпортилось, подгнило. Я думаю, что если я вот такие вкладыши поставлю, то вполне возможно, что шкафчик повиснет обратно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну все, вуаля, все готово Самое, конечно, трудоемкое и энергозатратное Это было повесить шкафчик и помыть собаку Уборка была не так сложна Сейчас поменяю полотенце и все Продолжение следует... Все, я все-таки женщина, а не посудомойка Наступило время забирать Луку со школы У нас сегодня очень важное мероприятие после школы Нам надо сдать кровь Мы делаем анализ для выяснения концентрации в крови лекарства Ламатриджин Которое Лука принимает от эпилепсии Поэтому мы сейчас с Леопольдом отправляемся сначала в школу, потом в больничку Леопольда я уже, конечно, мыть не буду Подожду до следующей генеральной уборки в ванной То есть мне так проще вымыть собаку, а потом вымыть полностью ванну Сейчас стою в школе Тут такую странную систему сделали Вот посмотрите, машины стоят в несколько рядов Все ждут разрешения, чтобы забрать своего ребенка Я считаю, что это, конечно, чересчур Но школа решила устроить вот такой эксперимент Каждое утро мы специально опаздываем, чтобы не стоять вот в этих рядах Вечером я либо приезжаю очень поздно Либо вот сейчас из-за того, что нам надо ехать, сдавать анализ крови Мне придется выстаивать эти вот очереди Которые, на мой взгляд, совершенно необоснованные Давайте посмотрим, сейчас 3.16, я стою в очереди Как вы думаете, во сколько я смогу забрать луку? Но сегодня не так уж плохо Всего лишь 9 минут С этой стороны тоже школьные такси Эту систему ввели для того, чтобы машину не блокировали вот эту улицу Потому что до этого был просто хаос здесь Приехали мы в больничку Ну что, сдадим кровь? Все нормально будет? Пока не знаю Ты не хочешь это делать? Надо, котик Так, ну скажи, что получилось сейчас А? Пока что сейчас произошло? Скажи мне, что произошло Не понял В общем-то, ничего у нас не получилось Нам придется прийти еще раз Да, будем ходить, я думаю, несколько раз Чтобы сдать несколько миллилитров крови У нас ранее субботнее утро 11 ноября Такая прелесть на улице Мороз и солнце, можно сказать Первый раз я вижу И не в этом году Вы знаете, я так ждала выходных Такое прекрасное чувство, когда ты все дела сделаешь И к выходным у тебя только одни развлечения Это только отдых Вчера меня немножко огорчила ситуация с фиаско С анализом крови При всей лукашиной адекватности У него периодически возникают вот такие вот Я не скажу, что это панические атаки Но просто ступор Если это не рутина, то ему очень трудно Себя взять в руки И позволить сделать с собой Какие-то медицинские манипуляции Мы, к сожалению, сдаем анализы крови Крайне редко Это не часть рутины Последний раз, когда мы сдавали Была очень неприятная ситуация Он очень испугался И персонал повел тоже себя не очень адекватно В этот раз нам сказали Что мы заставлять его не будем Мы на это не имеем права Ведь политика такая Что все должны быть радостные Все должны быть довольны Силком никого тащить не будут Анализ крови без особого согласия Она забирает только в реанимации Когда человеку все равно Если человек, а тем более ребенок Очень расстроен Лука вчера пустил даже слезу Естественно, они несколько раз попытались его уговорить Там даже была очень прекрасная женщина Которая сказала, что А может быть это поможет Если я, например, буду сдавать кровь И Лука будет на это смотреть И поможет мне подержать мою палочку Для хождения Лука сидел Прекрасная женщина Она все ему объясняла С ним разговаривала Сказала, что ты видишь Это не больно, это не страшно И вообще ничего не чувствую Все равно у нас ничего не получилось Но что делать Попытаемся в следующий раз Планов на выходные у нас особых нет Единственное, Лука завтра идет На день рождения к однокласснице В классе, видимо, начался сезон день рождения На прошлой неделе он был в боулинге А в этот раз мы едем достаточно далеко И они пойдут в батутный парк Других планов на выходные у нас нет Буду гулять Посмотрите, какая красота Я просто вот сейчас хожу И не могу нарадоваться Солнышко светит Такое прекрасное морозное утро У меня шикарное настроение Я в предвкушении этих выходных Напишите мне в комментариях Какие у вас планы на выходные А также расскажите про погоду А на этом я буду с вами прощаться Как всегда, жду ваших комментариев и лайков Всем пока И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok